Мать природа. Заботливая, любящая и щедрая. Но иногда она бывает пугающей. Пользователи интернета видели ее темную и жуткую сторону. Они прошли через самое страшное. К счастью, все они выжили, чтобы рассказать об этом. Вопрос в том, готовы ли вы узнать все леденящие душу секреты. Представьте, что сегодня прекрасное воскресенье, и вы решили заняться садоводством. Вы берете инструменты и выходите на улицу. Но как только вы начинаете копать землю, чтобы посадить цветы, ваша рука касается чего-то скользкого и одновременно липкого. И самое ужасное, что оно движется. Вы дрожите от страха, но находите в себе мужество посмотреть, что это такое. Огромное облегчение наполняет вас. Потому что, к счастью, это не змея, а всего лишь гигантский земляной червь. Мы не знаем, зачем этот пользователь копал землю, но именно это он и нашел. И если вы внимательно посмотрите на фотографию, то заметите, что это не вся длина червя. Часть его находится под землей. Так что, на самом деле, он еще длиннее, чем кажется. Вот вам два забавных факта о земляных червях. Первый. Они могут в некоторой степени регенерировать, если разрезать их на две части. А у некоторых видов в итоге можно получить даже двух червей. И второй. Самый длинный земляной червь, которого удалось измерить, был больше шести метров в длину в естественном состоянии. Значит, этот парень не видел худшего. Посмотрите на этих двух ворон на заборе. Вы заметили, что одна из них держит в клюве кость. Ну, это как-то жутковато. В готических романах вороны и вороны часто предвещают беду. Мы знаем, что это всего лишь суеверие. Но на самом деле оно могло возникнуть из-за того, что вороны чрезвычайно умны и хитры. Они могут узнавать человеческие лица и сплетничать о вас с другими воронами. Они используют инструменты для решения задач и планируют будущее. Но самое интересное, то что они могут затаить обиду на людей, которые жестоки к ним, и даже передавать ее своему потомству. То же относится и к людям, которые к ним добры. Как только они полюбят вас, они станут вашими друзьями на всю жизнь. Так что этот пользователь, должно быть, сделал что-то правильное. За что вороны его по-своему наградили. Теперь посмотрим на фотографию, которой поделился следующий пользователь. Крошечные жемчужины, которые вы видите на кухонном окне, это не драгоценности. Это яйца. Но чьи? Этого мы, возможно, никогда не узнаем. Однако многие пользователи в разделе комментариев говорят, что это могут быть яйца моли или клопа вонючки. В любом случае, похоже, что человеку, разместившему фотографию, нужно как следует убраться дома. Если у вас возникла такая же проблема, вот совет, как избавиться от моли. Вымойте и вычистите все места, где вы обнаружили личинки или яйца, с помощью смеси уксуса и воды. А если у вас есть клопы вонючки, добавьте в эту смесь средства для мытья посуды. Следующая фотография бесспорно заслуживает места в нашем списке. Потому что она показывает, насколько страшной может быть природа. Фотографию сделала женщина, которая ехала домой в Миннесоте. И позвольте отметить, что здесь нет никакого фотошопа. Наверняка снимок напомнил вам сцену с волнами из фильма «Интерстеллар», верно? Один из пользователей даже назвал фотографию «Облачное начало». Полагаю, мы можем согласиться с тем, что здесь присутствует атмосфера фильмов Кристофера Нолана. А женщина, которая сделала это фото, назвала его «Океан в небе». Что ж, это тоже подходит. Один метеоролог сказал, что фотография редкая и уникальная, так как на ней есть облака, которых даже она сама никогда раньше не видела. Неудивительно, что и снимок стал вирусным в социальных сетях. Давайте будем честны. Многие из нас хотя бы раз в жизни рисовали на лбу молнию и воображали себя Гарри Поттером. Но следующая фотография, которой поделился один из пользователей, может изменить ваше представление о молнии. В пикап, который вы видите на снимке, ударила молния. Но, как вы уже догадались, ущерб был нанесен огнем. Пользователь пишет, что пикап горел около 10 минут при очень высокой температуре, прежде чем его потушили огнетушителями. Таким образом, повреждения не были мгновенными. Всем фанатам комиксов напоминание. Не пытайтесь экспериментировать с молниями, чтобы стать флэшем. Эта ветряная трубина выглядит настолько печально, что на нее больно смотреть. Верно? Что ж, история, стоящая за этим, не грустная, а страшная. Пользователь из Техаса, разместивший эту фотографию, объясняет, что ветряк был поражен торнадо. Но комментарии к снимку могут подбодрить вас и отвлечь от мысли о том, насколько страшными бывает торнадо. Один пользователь написал, «Ветряк выглядит так, будто мама не отпустила его гулять». Другой предположил, что торнадо отомстил ветряку за то, что тот думает, будто может использовать силу ветра. А третий описал ветряк, как гигантскую пальму робота. Кстати, хорошо, что лопасти турбины не отломились. Потому что, если бы они оторвались, последствия были бы гораздо более разрушительными. Следующая фотография, возможно, самая странная. Эти пальцы не принадлежат ни лесному гному, ни какому-либо другому сказочному существу. Хотя фотография выглядит, будто из сказки. И я знаю, о чем вы подумали. Поэтому позвольте мне пояснить, что это не зомби, выползающий из земли. На самом деле, это вид гриба, который широко известен как пальцы мертвеца. Обычно такие грибы можно найти в лесах и парках. Они растут из оснований гниющих или поврежденных пней и разлагающейся древесины. Они довольно распространены в Великобритании, Ирландии, континентальной Европе и некоторых частях Северной Америки. Самое забавное, что пальцы отличаются по внешнему виду на разных этапах своего жизненного цикла. Так что в этом смысле они похожи на настоящего человека, чье тело меняется по мере старения. По внешнему виду можно понять, что есть их очень опасно. Они ядовитые, так что хорошо, что пользователь, разместивший эту фотографию, не пытался попробовать свою находку. Даже Человек-муравей не смог бы справиться с этой осой. Один пользователь как-то проснулся и обнаружил в своем подвале чудовищную осу. Посмотрите на это гигантское жало. Кажется, что никакой костюм пчеловода не защитит вас от него. Этот вид ос называется охотники за цикадами. Они приносят этих насекомых в свои гнезда в качестве продовольствия. Их можно встретить на востоке и в среднем западе США, а также в южных районах Мексики и Центральной Америки. Самки используют свои жало, чтобы парализовать добычу, а не чтобы защитить гнездо. В отличие от большинства других ос и пчел, они не жалят, если их не трогать. А самцы только дерутся с другими насекомыми и не могут жалить. Главное, что они обычно не агрессивны по отношению к людям и улетают, если от них отмахнуться. Фух. Последний пользователь, о котором мы сегодня расскажем, хранил у себя в кладовке утиные яйца. Однажды он услышал сильный шум, доносящийся оттуда, и проверил, что происходит. И вот что он обнаружил. Две змеи обвились вокруг яиц. Ну, по крайней мере, вокруг тех, которые еще не были съедены. Но самое интересное, что когда пользователь избавился от рептилий и вернулся, то нашел там еще одну змею и ни одного яйца. Если бы он умел говорить на парселтанге, змеином языке, все было бы гораздо проще.